Девчонки, всем большой привет! И сегодня будет видео о покупках. В основном это будут покупки для дома, немножко косметики, так что давайте начинать. И начну я с покупок для кухни. Я купила вот такой вот дозатор. Вообще он позиционируется как дозатор для жидкого мыла. Я его буду использовать именно на кухне под средства для мытья посуды. Сейчас она у меня перелита в бутылочку с дозатором из-под старого жидкого мыла. Бутылка пластиковая, дешевая, старая, уже не очень чистая и средство для мытья посуды, оно такого зеленого цвета, прозрачной пластиковой бутылки. Это реально некрасиво, мне это очень не нравится и я обычно ее прятала в шкаф. Ну вот наконец-то нашла дозатор, который мне понравился, который бы меня устраивал и подошел бы под мою кухню. Такая вот белая раковинка, здесь морская звезда, у меня плитка на кухне такая серо-белая, подойдет мне этот дозатор. И это удобно, он во-первых маленький, не будет вот эта здоровая тара стоять со средством. Во-вторых красиво и в общем-то удобно. Я на самом деле уже очень много лет использую средства для мытья посуды в упаковках вот именно с такими дозаторами в бутылочках, потому что так брать и наливать на губку, ну это реально неудобно. А вот в таких вот бутылочках с дозаторами пользоваться и хранить это удобно и красиво. Ну и еще одну покупку для дома я хочу вам показать уже в применении в домашних условиях, это вот такое вот покрывало. Я, вы знаете, давно, очень много лет мечтала о каком-то именно вот покрывале для кровати, потому что мы, как правило, спим под пледами, сейчас вам покажу, ну вот под подобными пледами. И я, в общем-то, всегда раньше ими застилала кровать и вот так вот у меня и было. И я, ну, как-то всегда хотела покрывало, но, не знаю, почему-то не покупала, потому что, наверное, меня как-то угнетала вот эта мысль, что надо покрывало убрать, потом застелить пледом сверху, еще застелить покрывало. То есть это, по сути, вот как, знаете, кто спит на диване, меня поймут, что диван нужно разложить, постелить, все положить, поспали и всю постель вы берете, сворачиваете, убираете вниз, диван складываете. В общем, вот это вот меня всегда очень напрягало, очень раздражало. Ну, в общем, для меня всегда было покрывало вот из той же оперы, если вы меня понимаете. Ну, вот появилось у меня покрывало, мне его подарила моя мама и вообще очень-очень я рада, мне прям, вообще я просто в таком восторге. Во-первых, это смотрится очень красиво, я не побоюсь этого слова богато. Покрывало было абсолютно недорогое, мы его покупали вместе, я выбирала расцветку, оно было абсолютно недорогое, но тем не менее, это смотрится гораздо как-то более стильно и более богато, чем просто, когда у вас постель застелена пледом. Само покрывало, оно не очень толстое, то есть, ну, вот такое вот. Снизу, с обратной стороны, оно из такой нескользящей ткани, сверху оно немножко, ну, вот вы слышите, да, такое шуршит, но оно не неприятное к телу, то есть, на нем вполне спокойно можно лечь, полежать, поваляться, посидеть, почитать книжку, то есть, вполне себе нормальный, меня абсолютно не напрягает его вечером убирать, утром стелить, потому что мне очень нравится, как это выглядит. Так что, если вы раздумывали над покупкой покрывала на кровать, то не раздумывайте больше, обязательно покупайте, это супер-супер вещь и реально смотрится очень-очень красиво. Дальше двигаемся в ванную, и купила я себе корейскую зубную пасту, очередную в магазине «Подружка», их там просто миллион разных видов, и я постоянно пробую разные. И на этот раз взяла вот такую вот, то есть, здесь что такое, с бамбуковой солью, бамбуковая соль экстракта мужского бархата. В общем, все как надо. Очень мне нравятся корейские зубные пасты, у них на самом деле очень специфический вкус и аромат. Например, мой муж категорически отказывается ими пользоваться, а мне они нравятся гораздо больше, чем сплат. Сплат, зубную пасту мы покупаем уже очень много лет, не пользуемся никакими другими, возможно, он просто привык, но мне лично очень нравятся эти корейские пасты. На мой вкус вот эти вот пасты очищают зубы, как-то вообще освежают полости рта, лучше, чем зубные пасты сплат. Кстати, вот запах, я сейчас достала ее из упаковки, и уже разносится запах, но, знаете, обычный запах зубной пасты, ничего особенного. Может быть, это моему мужу понравится, наконец-то посмотрим, но я повторюсь, я их просто обожаю, всегда покупаю разные. Моя мама взяла вот такие вот щипчики зингера для обрезания кутикулы, для маникюра, педикюра. Я тоже пользуюсь такими щипчиками, я делаю обрезной маникюр, и компания Зингер, ну, я не знаю, что может быть лучше для щипчиков, потому что именно зингеровские, они реально служат дольше и дольше остаются острыми. Следующая покупка также из магазина Подружка, это вот такая вот прикольная расческа. Ее взяла моя мама, она очень часто ездит в командировки, и ей нужна в сумочку какая-то маленькая расческа, чтобы брать ее с собой на работу, да и вообще, чтобы она лежала в сумочке всегда. И она взяла вот такую вот милаху. На самом деле, это, конечно, ерундовая расческа, будем откровенны, но у моей мамы тонкие и короткие волосы, поэтому, ну, вполне можно расчесать. Она нормально расчесывает волосы, немножко дерет, если волосы длинные, если они вьются, то нет, эта расческа вам противопоказана, она вам выделит половину волос, но для коротких волос, для тонких волос, вообще, по-моему, идеальный вариант. И она такая классная, такая веселая, реально милая, ее даже вот достаешь из сумочки, уже как-то повышается настроение. Следующая вещь для маникюра я взяла от фирмы Pink Up, очередные вот такие вот наклеечки для ногтей. Это кошки. Я вообще люблю наклейки для ногтей именно вот этой фирмы, они легкие в использовании, и они так долго держатся, и они ни за что на свете у вас сами никогда не отвалятся и не покорежатся, и вообще такие прикольные кошки, так что буду с удовольствием их носить и разбавлять маникюр чем-то таким интересненьким. Последняя покупка на сегодня, наконец-то я тоже пополнила ряды девушек, которым нравится вот такой вот бронзер от NYX в оттенке Taupe. Очень, очень уже давно, и много девчонок хвалят этот бронзер, но вот такой вот цвет, он такой серо-коричневый, абсолютно вот без грамма рыжины, и он настолько, знаете, сливается с кожи, он очень деликатный, и он действительно подчеркивает скулу, он делает именно тень, а не бронзатор. Он создает настолько натуральную тень, что никогда не скажешь, что вы сидели и действительно рисовали себе скулы. Очень хорошо наносится, и он в отличие от румян, у меня есть одни румяна NYX, они очень сильно пигментированы, с ними реально легко переборщить. Вот этот бронзер слабо пигментирован, но, на мой взгляд, это отлично, потому что вы с ним никогда не переборщите, сколько бы вы даже не набрали на кисть, он очень деликатно наносится, отлично тушуется, потрясающий просто цвет, и я думаю, в будущем это мой фаворит. Все, девчонки, на этом буду с вами прощаться, это были все мои покупки, надеюсь, видео было вам интересно, если это так, то не забудьте поставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои соцсети, добавляйте в друзья, а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока!